Полтора миллиона человек собрались штурмовать военную базу Зона 51. Цель найти и вывести инопланетян, которых там якобы держат. О Зоне 51 в пустыне Невада больше полувека ходят сотни самых невероятных легенд. Это одна из самых секретных военных баз в пустыне Невада. Шоссе пришельцев. Это не шутка, обозначение официальное. Знаменитая Зона 51 вовсе не выдумка, она действительно существует. Каждое утро по рабочим дням не менее 600 человек приезжают к охраняемому терминалу аэропорта Лас-Вегаса. Садятся на один из Боингов с красной полосой на борту без каких-либо иных опознавательных знаков. Самолеты вылетают на север каждые полчаса. Место назначения. Военная база Зона 51 настолько засекреченная, что до 2000 года власти США вообще отрицали его существование. И это до сих пор рождает страшные подозрения. Мол, здесь испытывают летающие тарелки, захваченные у инопланетян. Военные ничего не отрицают и ничего не подтверждают. В 1989 году телезрители Лас-Вегаса увидели физика, работавшего в Зоне 51. Некто Роберт Скотт Лазер уверял, что в этой зоне находится техника пришельцев. И что он даже видел ее в действии. В какое-то время диск оставался неподвижным. Но вот под ним полыхнуло синеватое пламя, и послышалось слабое шипение. Диск легко оторвался от Земли. Вроде бы ничего особенного, но это было потрясающе. На меня прямо-таки отрыб нашла. Магия. Лазер заявил, что видел 9 таких дисков. И дал по этому поводу следующее разъяснение. Технологии привезли сюда существа из звездной системы Дзета-Ретикули 1 и 2. Эти звезды находятся в созвездии, видимом, только из южного полушария. Дзета-Ретикули – бинарная система. То есть в ней две звезды. И она удалена от Земли на расстоянии 30 световых лет. Существа прилетели оттуда. Так говорится о звездных системах в документах, которые я читал. Рост существ составляет 90-120 сантиметров. У них сероватого оттенка кожа и крупные головы с большими миндалевидными глазами, тонкие носы, рты и уши. Волосяной покров отсутствует. Существа рассказали, что уже давно периодически посещают Землю. И в качестве доказательства представили фотографии, которым, по их словам, более 10 тысяч лет. До 1979 года в центре Невады между нами происходил обмен материалами и информацией, пока не произошел конфликт. Существа покинули Землю. Но должны вернуться в момент времени, обозначенный как 1623. И я не знаю, что это за дата. Самый секретный объект ВВС США находится среди штата Невада с загорными цепями и пустыней. Он имеет множество кодовых названий. Райское ранчо, коробка, страна мечты и даже Красная площадь. Но больше всего эта территория известна под названием «Зона 51». Многие полагают, что именно в этом глубоко законспирированном месте американцы исследуют захваченные тарелки инопланетян и сами пробуют на них летать. 29 октября 2013 года был приоткрыт еще один краешек тайны. Американцы впервые рассекретили 60 документов о «Зоне 51». Выяснилось, в 1974 году американские астронавты Джеральд Карр, Уильям Поук и Эдвард Гибсон фотографировали виды Земли с борта орбитальной станции «Скайлаб». Один из снимков запечатлел нечто неотмеченное на картах. Взлетно-посадочные полосы, ангары и странные здания посреди пустыни. Вскоре после их возвращения сотрудник ЦРУ подал докладную записку тогдашнему директору ЦРУ Уильяму Колби. Во время недавней миссии «Скайлаб» нечаянно засняли зону 51, хотя у них была особая инструкция не снимать ее. Это единственный объект, насчет которого имеется такая инструкция. Относительно снимка и того, что с ним делать, проведены совещания между разведслужбами. Согласия достигнуто не было. Подразделения Министерства обороны, а именно ВВС, Национальное управление военно-космической разведки, Объединенный комитет по стратегии и другие, единогласно считают, что он не должен быть опубликован, в то время как НАСА и до некоторой степени Госдепартамент считают, что надо поступить с ними, как со всеми остальными фотоснимками. В те годы все снимки Земли, сделанные астронавтами, обязательно проходили через Национальный центр фотоинтерпретации в Вашингтоне, принадлежащий ЦРУ. Мало ли чего интересного окажется на фотографиях, особенно сделанных над СССР. Однако и сотрудники центра крамольный снимок пропустили. Они тоже ничего не знали про зону 51. Хотя Колби написал на документе от руки, советы уже сняли ее собственными спутниками, военные победили. Снимок был засекречен, и все, кто его видели, дали подписку о неразглашении. Судя по рассекреченному в августе 2013 года справочнику ЦРУ и авиационная разведка программы «Ю-2» и «Окскорд» 1954-1974, многие сотрудники разведки знали о том, что в зоне испытывают секретные самолеты. Именно там впервые полетел ныне легендарный самолет-шпион «Ю-2», высотные самолеты-разведчики «Локхетт А-12», СА-71 «Блэкбёрд» и все самолеты системы «Стелс», включая недавно рассекреченный «Бёрд оф Прэй» компанией «Боинг». Последние документы подтвердили. Там испытывали и чужие летательные аппараты потенциального противника. Но не пришельцев, а советские. Первой ласточкой стал истребитель «Миг-21», который был захвачен в Израиле. Американцы назвали программу его изучения довольно игриво. «Хэв-Донат» – «Пончик наш». Перед военными поставили задачи. Оценить эффективность существующих тактических маневров, боевых самолетов ВВС и ВМФ и их оружия против «Миг-21». Изучить боевые возможности «Миг-21» в воздушном сражении и их ограничения. Оптимизировать нынешнюю тактику и разработать новые приемы для победы над «Миг-21». Оценить конструкцию, технические характеристики и маневренность. 310-страничный отчет программы «Хэв-Донат» показывает, что американцы быстро нащупали уязвимые места самолета. Аналогичные исследования были проведены в 1969 году с советскими истребителями «Миг-17». В 1970-х годах в «Зоне-51» испытывали еще несколько наших самолетов в рамках программы «Констант-Пек» – «Забитый кол». Позднее испытания советской техники почему-то были перебазированы на полигон «Тонопа» в 70 милях от «Зоны». Среди рассекреченных бумаг в 2013 году оказался и полный текст инструкции для службы безопасности «Зоны-51». Там расписано, как поступать с нарушителями границ «Зоны». Подозреваемый на коленях. Патрульный применяет удушающий захват и надевает на него наручники. Есть и текст подписки о неразглашении на случай, если кто-то, кому не положено, случайно что-либо увидит. Я полностью осознаю, что нечаянное наблюдение секретных данных, связанных с безопасностью, делает меня подпадающим под закон Соединенных Штатов раздел 18, параграфы 793-799. Я понимаю, что за нарушение данного закона могу быть приговорен к любому сроку тюрьмы, вплоть до пожизненного. Поэтому я официально клянусь и подтверждаю подписью, что никогда не расскажу, не опубликую и не выдам ни словами, ни поведением и никаким другим образом содержание или суть секретных сведений, которые стали мне известны. Гораздо интереснее приводящийся там список местной терминологии. Охрана не должна была говорить по рации настоящие названия, заменяя их кодовыми словами или цифрами. Даже пожарную охрану зашифровали словами «Пони-контроль». Если над зоной пролетал русский спутник, люди переходили в режим, названный «Ночной кадр». Все секретное полагалось прятать. Вместо «Плохо вас слышу» полагалось говорить по рации «10-1». Вместо «Где вы сейчас находитесь?» «10-20». На случай, если придется общаться с гражданскими вне охраняемой зоны, всем приказали говорить «Мы охрана полигона Неллис». Полигон действительно находится рядом, но никакого отношения к зоне не имеет. После завершения испытаний самолетов-невидимок «Стелс» в 1985 году объект был модернизирован. Главную взлетную полосу удлинили до 7100 метров, создали подземные бункеры, установили радары, возвели 180 новых жилых домов. Для чего? Ответа на этот вопрос в рассекреченных документах нет. Мы можем лишь гадать, что сейчас испытывают в зоне, и гипотеза о захваченных НЛО ничуть не слабее остальных. В конце концов, чем НЛО принципиально отличаются от МИГов? Правда, в последние годы даже уфологи начинают говорить, что странные огни и объекты, которые видят над зоной, могут оказаться секретной земной техникой. По мнению Норио Хаякавы, который не раз подкрадывался к зоне с видеокамерой и снимал маневры светящихся огней, вся эта шумиха вокруг НЛО была нарочно раздута военными, чтобы списать на них испытания новых видов оружия. Другой уфолог, Чак Кларк, признался, «Может, для военных все это не является НЛО. Они-то знают, что там летает, а для нас объекты остаются неопознанными». Ветераны ЦРУ, работавшие в зоне до 1978 года, позже объект был передан в распоряжение ВВС, предсказали, то, что там делают сейчас, рассекретят не ранее 2050 года. Будем надеяться, что их пророчество не сбудется, и мы досрочно узнаем самую страшную военную тайну Соединенных Штатов. Зона 51 была основана в 1955 году, когда ЦРУ вместе с концерном Локхит начали разработку самолет-разведчика Ю-2. Полковник Озмонд Ритланд предложил маленький аэродром в штате Невада со всех сторон окруженной горами и закрыто от чужаков территории полигонов. Первый самолет Ю-2, который привезли по частям и собирали на месте, вылетел оттуда 4 августа 1955 года. Название Зона 51 родилось в 1957 году, когда объект временно не работал из-за проведенных неподалеку ядерных испытаний. До этого его называли райским ранчо или просто ранчо. Название «Коробка» использовалось военными летчиками с близлежащей базы ВВС «Неллис». Они знали, что любой самолет, который приблизится к зоне, будет перехвачен или сбит без предупреждения. Однажды спутник сфотографировал летающую тарелку над территорией Зоны 51. На фотографии дискообразный объект, парящий в воздухе, отбрасывает тень. Диаметр объекта порядка 50 метров. С виду он металлический, блестит на солнце. Сверху какой-то купол, который выглядит чуть темнее. НЛО явно рукотворный. И продвинутый, поскольку для полета на небольшой высоте нужна хорошая маневренность. И тут не обошлось без высоких технологий. По мнению исследователей, снимок подтверждает слухи о том, что в районе Зоны 51 происходит нечто странное. Хотя полной уверенности в причастности инопланетян нет. Мол, аппарат необычной формы могли построить и люди.